Сбербанк отключили Ацвифт. Новый порядок заселения в общежития Казанского университета. Всем привет! В эфире Универ Ньюз, а в студии Анна Климина. В Международный день защиты детей 1 июня в музеях Казанского федерального университета для детей сотрудников пройдет акция «Проведи первый день лета в музеях университета». Запись на мероприятие обязательная и осуществляется по телефону. Плюс 7 960 031 0130. Вход для семей сотрудников КФУ свободный. Сбербанк попал под санкции Евросоюза. Какие ограничения будут наложены в банк, узнаете в следующем сюжете. Лидеры стран Евросоюза приняли решение отключить Сбербанк от международной платежной системы SWIFT в рамках шестого пакета санкций. Об этом написал председатель Европейского совета Шарн Мишель в твиттере. Пресс-служба Сбербанка сообщила, что банк работает в штатном режиме, так как внутрироссийские операции не зависят от SWIFT. «Внутри страны все платежи межбанковские проводятся без использования системы SWIFT через систему передачи финансовых сообщений, созданную Центральным банком Российской Федерации. Поэтому на внутренних расчетах отключение от SWIFT не сказывается никак. По крайней мере, тот факт, что внутри страны продолжают действовать банковские карты Visa и MasterCard, выданные ранее, это благодаря системе передачи финансовых сообщений». SWIFT представляет собой защищенный канал передачи информации о переводах средств. SWIFT позволяет организациям из разных стран быстро и дешево переводить друг другу платежи. В отличие от платежных систем Visa или MasterCard, система используется только на межбанковском уровне. В 2014 году угроза отключения банков от SWIFT уже возникала. По этой причине Центробанк начал разработку своей системы передачи финансовых сообщений. Летом 2015 года к ней начали присоединяться отечественные банки. Уже в 2017 году среди организаций в СПФС вступили Ростелеком, Татнефть, Акбарс. «Что же касается расчетов с банками других стран, то эти расчеты могут осуществляться через другие платежные системы, как российскую систему, к которой тоже подключены иностранные банки, так и через китайскую систему, к которой подключен Сбербанк, либо через посредничество других банков». В ближайшее время Европейская комиссия намерена отключить Московский кредитный банк и Ростельхозбанк от международной платежной системы SWIFT. Напомним, что ранее Евросоюз отключил от SWIFT 7 российских банков, в их числе Открытие, Новикомбанк, Промсвязьбанк, Россия, Совкомбанк, Внешэкономбанк и ВТБ. Арина Галямова, Маргарита Михайлова, Универньюз. Студенческая жизнь не за горами. О новом порядке заселения в общежитие Казанского федерального университета расскажет наш корреспондент. С нового учебного года в Казанском федеральном университете изменится порядок заселения в общежитие. Студенты первого курса, которые планируют поступить, они должны будут еще в рамках подачи заявления обязательно отдельно прикрепить заявление. И форма этого заявления тоже будет на предоставление места в общежитии. В отличие от прошлого года, когда всем иногородним студентам первого курса предоставлялось общежитие, и было достаточно лишь проставить системе галочку, в этом году студенты будут заселяться на освободившиеся места от выпускных курсов по итогу рассмотрения поданных документов. Есть категории студентов, в которых место в общежитии предоставляется первоочередно. Соответственно, здесь нужны дети, оставшиеся без попечения родителей, это дети-сироты, то есть там несколько таких позиций. Также это те, кто получают социальную помощь государственную, поэтому здесь все эти позиции нужно просмотреть. Очень важно студенту, который поступает на первый курс, приложить все эти документы к заявлению. С 21 августа начнут работать жилищно-бытовые комиссии институтов. Просмотр заявлений будет проводиться в порядке очереди. Дата их подачи станет приоритетом в предоставлении мест в общежитиях. Елизавета Никитина, Полина Полымова, Фариза Хитаглы, Универньюс. В Институте геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета представили лучшие научные работы студентов и преподавателей. На церемонии награждения побывала наш корреспондент Карина Саяхова. 31 мая в актовом зале Института геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета состоялась церемония награждения победителей и номинантов конкурса на лучшую научную работу студентов 2022 года. Мероприятие традиционно началось с приветственных слов представителей Казанского университета и приглашения их в президиум. После оглашения торжественных речей и прослушивания гимна Казанского федерального университета мероприятие подошло к самому значимому моменту всего процесса – награждению будущих светил науки. В конкурсе было представлено множество номинаций. Работы участников отличили своим разнообразием и современным подходом к исследованиям. Молодые ученые, когда участвуют в данного рода конкурсах, они начинают понимать суть того, зачем им необходимо заниматься наукой и развивают в себе навыки и компетенции. После награждения победителей и номинантов в различных номинациях конкурса модератор приступил к вручению почетных грамот и писем с благодарностью Казанского университета за многолетнюю и безупречную работу, профессионализм, мастерство в работе конкурсной комиссии, а также благодарственных писем за активное и плодотворное участие в проведении экспертиз в рамках конкурса. В Казанском университете регулярно проводятся мероприятия научно-популярного характера, тем самым предоставляя студентам и преподавателям возможность для личного и карьерного роста. Карина Саехова, Фарид Захитуглы, Универньюз. Центр экспертной хирургии научно-клинического центра представляет самые современные методики оперативного лечения. Как именно врачи добиваются снижения рисков, осложнений, узнаете в сюжете Алины Красильниковой. Отделение хирургии научно-клинического центра Казанского университета является одним из ведущих. На его базе изучаются острые хронические заболевания, которые лечат при помощи современных способов и оперативных методов. Центр экспертной хирургии охватывает широкий спектр направлений, в том числе и самые редкие. Мы занимаемся лечением хирургических заболеваний, начиная от общей хирургии. В общем представлении могу сказать, как, например, хирургия грыж, хальциститы. Также у нас есть уникальные такие методы лечения. Это как центр лимфологии. У нас также есть направление эндоскопической нейрохирургии, которое в положении представлен только у нас. Современно интегрированный операционный зал, реанимация экстра-класса, палаты повышенной комфортности. Все это и не только включает в себя центр экспертной хирургии. Благодаря самому современному оборудованию в научно-клиническом центре доступны фаст-трек-технологии, или так называемые операции одного дня. В основе данного подхода лежит минимизация хирургической травмы и снижение риска после операционных осложнений. Пациент у нас осматривается анестезиологом, терапевтом и смежными специалистами по необходимости еще до операции, как минимум за 3-5 дней. То есть он уже приходит к нам в планном порядке, к подготовленным пациентам. Мы проводим профилактику тромбоэмболических осложнений, в обязательном порядке антибактериальную профилактику, чтобы уже в послеоперационном периоде не применять антибактериальное лечение. То есть это все делается заранее, за 30-60 минут до операции. И в послеоперационном периоде это позволяет нам уже активизировать пациента через 2-3 часа после операции. То есть через 2-3 часа, как он только выходит из наркоза, мы уже ему разрешаем пить, через 3-4 часа разрешаем уже кушать, то есть через 3-4 часа уже разрешаем по палате вставать и передвигаться. И в принципе уже к концу первых суток у нас человек спокойно перемещается в пределах палаты, отделения, то есть мы можем таким образом уже на следующий день его спокойно выписывать. На всех этапах пребывания в центре пациенту выделяется персональный врач-консультант и палаты частного пребывания. Ведущие специалисты центра экспертной хирургии формируют индивидуальные программы реабилитации. На первом этапе обследуемый должен пройти курс лечебно-физической культуры, которая необходима для восстановления иммунитета человека. Параллельно пациент ходит на оздоровительный массаж и в ванной сухой иммерсии. Это уникальный метод для создания невесомости на земле. Его используют для снижения артериального давления. Алина Красильникова, Фарид Захитуглы, Универньюз. 28 мая Институту дизайна и пространственных искусств КФУ исполнился год. В честь этого события состоялась торжественная церемония. С приветственным словом на мероприятии выступила директора Института Карина Набиулина. В рамках номинации «Лучший староста года», «Общественник года» и «Активист года» студентам Института дизайна и пространственных искусств были вручены памятные подарки. На этом все. В студии была Анна Климина. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok